Комиссия на уровне 9-10%, согласны? Это же те цены, за которые мы пытаемся это продавать, не считая, соответственно, промо и всего остального. И должны быть какие-то вот эти другие гадкие агентства, которых все на форумах, в группах называют скидочниками, ненавидят их, кидают в них помидоры, и вообще рядом с ними за один стол переговоров не сядут, у которых эта зрения комиссия должна быть что-то в районе 4-5%, ведь они делают огромные скидки. И что мы выясним? Вот это та средняя результативная комиссия, которая есть. Уже после того, как менеджеры там все отскидывали, уже после того, как промо размыло эту нету общую комиссию в обороте, и все в том же духе. И что же это получается? Получается, что, несмотря на то, что вроде как люди уходят за меньшей ценой, на самом деле все турагентства в среднем продают туры за одни и те же деньги. Да, вот этот конкретный клиент убежал в одно, и купил там на полу процента дешевле, а другой клиент убежал в это и купил тут на полу процента дешевле. Но при прочих равных, вот это те цифры, о которых мы говорим. Да, есть агентства, где они там плюс процент повыше, есть агентства, где они минус процент пониже, но все плюс-минус продают за одни и те же деньги. И реальных скидочников, вот таких вот, которые убьются просто за 500 тысяч рублей, их порядка 4-6% в зависимости от того, в каком городе мы проводим это исследование. И вот мы спросили себя, так кто же тогда виноват во всей этой вакханалии, за которой люди не покупают? Это клиенты, уроды, террористы, как еще их называют ваши менеджеры, пускай не в прямую, а где-то за глаза, в курилке, или когда плачут, увидев свою закладку. Ну вот, или виноваты все-таки менеджеры? Вы сами-то как думаете? Менеджеры. Менеджеры. И мы тоже так подумали. И это не потому, что мы не любим менеджеров, и не потому, что мы там продаем самый крутой комплект скриптов, и все в этом украду. Нет, просто статистика, это очень упрямая штука. А вот что директора говорят про своих менеджеров. Посмотрите на это внимательно. Постоянно забывают заносить обращения в CRM. Поднимите руку, если ваши причиненные, вот они такие, ну не ленейтесь, корма. Если бы менеджер, вам, наверное, не очень приятно это смотреть, я специально не стал спрашивать, кто из вас кто. Либо стесняются, либо буквально насилуют. Ты выбрал? Выбрал? Ну что, ну подумал, может еще прислать? У меня есть еще 20 отелей, которые я с удовольствием тебе отправил. Часто просто игнорируют заявки. Это постоянный клиент, конечно, будет с ним работать. Меня с ним связывает, ох, что я только меня с ним не связываю. Это заявка из онлайна, из соцсети. Ааа, там нет денег, молодняк, даже не хочу думать об этом. Легко отпускают клиента на подумки. И вот это самое смешное, менеджер реально думает, что есть о чем думать. Вот серьезно. Видите, он послал 6 отелей, которые отличаются каждые на 3 рубля и ничем не отличаются с точки зрения наполнения. У того желтенький и стен у другого голубенький. На этом все заканчивается. И вот в этом аниматоров на 2 больше мальчиков, а на 2 больше девочек, короче. К клиенту надо подумать. Салфетки в ресторане будут бордовые или желтые. А еще они абсолютно ненавидят все, что касается активных продаж. Посидеть, пурить, подождать, пока придет заявка. Легко. Как-то напрягаться, как-то делать что-то большее, чем ты надумал. Нет, это лениво. И на самом деле, вообще, я забегаю вперед, хочу сказать, что таких вот косяков, которые влияют на продажи в агентстве, их гораздо больше. Мы покажем вам полный список в самом конце выступления. Но вот это те 5 самых жестких точек, из-за которых сливаются деньги. Мы просто пытались это сравнить. Понятно, что это городок. Но это очень сложно, короче, посчитать, где вот именно мы потеряли эти деньги в нашем общем обороте. Но сегодня мы сосредоточимся вот на этих 5. И знаете, что гадко? Что? Здесь нет никакой, как бы, ракетной науки. Это же просто обычная работа. Ну, согласитесь, да? К тебе пришла заявка. Блин, ну, возьми контакты и занеси вся РЭМ. Здесь клиент, на котором ты потратил херову гору времени, там, да? Ты что-то выбирал, подбирал, там, свой опыт ему пытался показать, там, да? Ну, дожми уже его в конце концов, только так, чтобы он не чувствовал, что ты надругался над ним, чтобы продать им не тур, да? Ну, вот опять же, есть заявка, и человек ждет твоего звонка, ну, не стесняйся ты, найди вообще, организуй как-то свое время, чтобы ты успевал. Ты не справляешься? Скажи своему директору, найми мне, пожалуйста, там, стажера, кого угодно, ну, того, кто сможет поднять трубку и вместо тебя просто позвонить, вот здесь и сейчас. Ну, вот, не о чем там думать, камон, ну, ты же сам знаешь, какой отель хороший. Возьми, блин, ответственность, объясни клиенту, что вот это то, что ему нужно. Ну, вот, не скидывай это все на него, он пришел к тебе, к менеджеру, чтобы ты ему помог со всем этим разобраться. Ну, вот, ну, и в конце концов, мы не будем давать тебе совсем холодных чуваков, мы сделаем e-mail рассылку, мы сделаем какой-то маркетинг. В конце концов, эти люди когда-то у нас покупали, ну, иужели так сложно позвонить и спросить, эй, уже отдыхал с нами? Когда в следующий раз собираешься куда-то поехать? Никто же не говорит о том, что ты должен после этого обязательно человека насильно затолкнуть на трап, на самолет, как бы, и куда-то там отправить, вот, а деньги потом через коллектор собирать, вот, через утверждение имущества. Но менеджеры, они вот очень упрямы в большинстве своем, к сожалению. И только редкие исключения, они не косячат таким образом. И знаете, что грустно? Я сразу скажу, я не претендую на самую лучшую этапность продаж. Здесь, вот, в левой части слайда, да, то есть, можно этот алгоритм доведения до сделок очень сильно детализировать, нет. Я просто хочу сказать, что если мы крупными мазками обозначим вообще то, что делает агентство, чтобы вот продать тур с момента поступления заявки и до момента того, как клиент насядет у вас в базе, в вашей CRM-системе, в справочнике, туристы, да, 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 вот. Мы косячим на каждом шепле. То есть, вот, нет того этапа, где у нас, типа, все бок, да, вот. Везде эти косяки наших учененных, они, в общем-то, приводят к тому, что мы теряем деньги. И вот только такие эмоции может испытать нормальный директор, когда он наблюдает всю эту вакханалю. Но важно отдать должное директорам. Они, ну, большинство из них, по крайней мере, те, кто хочет зарабатывать денег, и те, кто хочет хоть чуть-чуть гордиться своим агентством, они пытаются с этим как-то бороться. То есть, это не так, что тлен, невозможно, все так и будет дальше, как и продолжаться. Они реально борются. И вот как только директор видит, вот он вещи, он такой, звонок же был, где заявка в CRM? Он рвет на груди, значит, свою директорскую одежду, под ней проявляется синяя майка с буквой, ну, если не С, то Т, потому что директор, и он отправляется к менеджеру, значит, объясняет, типа, вот, за жизнь, как на самом деле надо работать. Вот. И каждый раз, когда происходит этот разговор, ну, директор, он кого-то там ругает, кого-то он там, я же верил в тебя, там, ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему, вот. Кого-то он пытается вразумить на уровне, ну, банальной логики и эрудиции, слушай, мы заплатили за эти заявки, как насчет того, чтобы, ну, по нему отработать адекватно, давайте тебе бумагу, может, ты не знаешь, что сказать, там, все-таки уже другие. И они пытаются вот как-то побороться. Часто это даже дает какой-то временный эффект на пару дней, может быть, даже на неделю. Но потом те менеджеры, которые вот наблюдают этот москоп со стороны директора, с позиции, ну, давай, учи меня жизни, покажи мне, как надо продавать. Это же я делаю тебе деньги на самом деле. Когда ты-то последний раз работал с клиентами-отказниками, вот все, сам сидишь на своих постоянных, там, которые уже 10 лет через нас летают. А такой вот молодой и пытающийся стажер, ну, и он просто кончается. Запал, который директор, ну, он качал, все, честно говоря, возвращается на круги с вами. И проходит еще пара недель, и директор снова видит очередной косяк, снова разрывает на себе уже седьмую, там, за этот сезон, вот, блузку, и снова летит, значит, как-то это все исправлять. И каждый год одно и то же, каждый месяц одно и то же, каждый день, блин, одно и то же. Потому что это так не работает. Потому что нельзя разрулить вот эти вот системные ошибки за счет несистемных наскоков. Единственный способ, за счет которого это можно побороться, это создать совершенно конкретную систему внутри своего бизнеса, которая, с одной стороны, будет мешать делать неправильно и помогать делать правильно. С другой стороны, которая тем, кто не знает как, сама объяснит как, а тем, кто знает как, не позволит делать не так. И третий шаг, это вот как раз то, что директор обычно очень неплохо делает. Эта система должна показывать, почему вот то, как мы должны работать, мы действительно должны так работать. Почему это не блаши, почему это не просто вот какой-то стандарт, который мы сами себе там внутри придумали, почему это действительно выгодно и для менеджера, и для директора, и для агентства в целом. И вот о том, как вот эту штуку у себя заключить внутри агентства, мы сегодня и поговорим. Друзья, давайте посмотрим теперь, как это выглядит на практике, и как мы можем закрыть вот эти дырки в системе продаж с помощью вот этих вот трех компонентов. Во-первых, есть психологическая история. Это то, кстати, с чем обычно у директора нет проблем, потому что он действительно может объяснить подчиненному, почему важно делать то, что нам надо делать, и почему это важно и для агентства, и почему это важно для менеджера. Но с остальными компонентами есть проблемы. Когда мы пытаемся что-то внедрить, нам в первую очередь, конечно, важно менеджеру эту историю продать. Поэтому мы говорим про психологию. Почему это важно для менеджера? Если ты вносишь данные в CRM, то клиент будет декоративен за тобой. И если ты вносишь данные в CRM, наш маркетинг поможет тебе продать, потому что мы подпишем этого клиента в email рассылку. мы можем сделать как-то.